Пляжный сезон в разгаре, а вы за лишний килограмм все еще стесняетесь появляться в купальнике? Не спешите расстраиваться! Благодаря суперэффективному, турбулентному комплексу упражнений, как уверяет наш тренер Игорь Буховский, вы моментально избавитесь от лишних килограммов. Игорь, здравствуй! Привет, Надюш. Такие обещания шикарные, что хочется поверить. Но я предполагаю, что придется еще и потрудиться. Конечно, потому что турбулентная тренировка – это высокоинтенсивная интервальная тренировка, в которой мы сочетаем силовые упражнения, такие как приседания, отжимания, пресс, которые мы много раз делали, и кардиоупражнения. Причем кардиоупражнения мы выполняем как в быстром, так и в медленном темпе. Такую методику лучше всего описал канадский фитнес-тренер Крейг Балентайн. Цей известный канадский фаховец фитнесу разработал свой комплекс прав для очень заклопотанных людей, чтобы они смогли лишиться заявок килограммов за рекордно короткий час. На этот спортивный ноу-хау Балентайна наштовхнуло такое явище, как зона турбулентности. Чтобы поделать зону турбулентности, литаку доводится прикладать надзусилля. В этот час все системы литака работают с подвийным навантажением, а поэтому, соответственно, пального сгорает больше, чем обычный. Балентайн решил демогтися такого же эффекта в фитнесе. Для этого тренер поединал в одном тренировании силовые и интервальные упражнения с их минливым ритмом. Такая комбинация смущает метаболизм работать в пришвидшенном режиме и спаливать жировые запасы с реактивной скоростью. Поэтому сегодня Игорь Обуховский покажет комплекс прав, который каждому охотному допоможет схуднуть в рекордно короткие сроки. Для того, чтобы потренироваться сегодня и ознакомиться с этим комплексом, нам понадобится помимо коврика еще стул и скакалка, да? Да. Дело в том, что сегодня мы рассмотрим три тренировки, потому что эти тренировки нужно чередовать одну за другой. Это будет комплекс трех дней, поэтому нам достаточно будет коврика, стула и скакалки. То есть это комплекс тренировок на неделю, если тренироваться три раза в неделю, да? Это комплекс будет состоять из девяти тренировок, которые мы будем выполнять три раза в неделю. И какой эффект ты обещаешь в результате? Я обещаю, что если вы будете стараться, то уже через три недели вы сможете похудеть как минимум на пять килограмм. Ну и заниматься мы будем в понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота. Надя, у нас еще тут есть один секрет в этом комплексе, который поможет нам сжигать и сбрасывать вес, даже не тренируясь. Ого! Самое главное, что такой комплекс турбулентной тренировки помогает расшевелить и разогнать обмен веществ. Как ты понимаешь, тренируемся мы, допустим, три раза в неделю, это всего три часа. В неделе больше 160 часов. В остальное время наш организм сжигает и тратит калории за счет нашего обмена веществ. Поэтому главная особенность комплекса, почему он работает? Потому что он разгоняет обмен веществ. И потом, когда мы выполняем повседневные дела, работу по дому, отдыхаем, смотрим телевизор, механизм работает, и мы тратим калории, и сбрасываем лишние килограммы. Удивительно, Игорь. А скажи, пожалуйста, ты на чьем-то примере, может быть, на своем, уже убедился в эффективности этого комплекса? Да, знаешь, бывают моменты, когда твой подопечный, твой знакомый выполняют какие-то тренировки постоянно-постоянно-постоянно, и результаты стопорятся. То есть наступает такая оплата. И какие-то незначительные изменения даже в питании и в тренировках не приводят к тому, что результат прогрессирует и идет дальше. Поэтому на одной своей знакомой, которая, в принципе, выполняла все довольно дисциплинированно, но вес у нее остановился, я предложил попробовать метод турбулентных тренировок. Ты знаешь, после трех недель действительно произошел скачок, она показала хорошие результаты, ее вес уменьшился на 4 килограмма. А есть ли противопоказания у этого комплекса? Все-таки тренировка достаточно интенсивная. Для любых высокоинтенсивных тренировок есть главное противопоказание – это проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если такие проблемы есть, то такие тренировки вам ни в коем случае выполнять нельзя. Вам подойдут тренировки в умеренном темпе, на кардиодорожке, то есть нагрузки средней интенсивности. Ну и кроме того, если, конечно, присутствует в данный момент какое-то острое заболевание, будь то простуда, будь то любые другие проблемы с организмом, нужно подождать выздоровления. Ну и, конечно, из-за того, что тренировки очень интенсивные, все-таки лучше посоветоваться своим лечащим врачом для того, чтобы приступать к их выполнению. Если нет противопоказаний, мы будем интенсивно тренироваться, надеясь на то, что похудеем, то наверняка попутно вместе с этим комплексом нужно придерживаться еще каких-то правил, чтобы труд не пошел на смарку. Нужно соблюдать правила здорового питания, поэтому мы исключаем все сладкое. Если мы хотим получить результат за три недели, мы не забываем пить достаточное количество воды. Это 2-2,5 литра в сутки. Ну, об остальных правилах мы уже говорили много раз, поэтому пересмотрите некоторые выпуски, все будут добрые. Я думаю, вы там найдете ответы на все вопросы по питанию. Простые, понятные правила плюс турбулентный комплекс упражнений. Начнем с понедельника. Итак, мы начинаем с понедельника, но перед тем, как мы начнем, просто в двух словах скажу, что нужно не забыть сделать разминку, так как нагрузка на суставы будет большая, поэтому разогрейте суставы, голеностопные, коленные, сделайте легкий бег на месте, поворощайте корпусом, и только после этого мы переходим к основному упражнению. Первое упражнение – это приседание. Его нужно будет делать 12 раз. Я не буду останавливаться долго на технике, потому что мы его делали миллион раз. Самое главное в турбулентной тренировке, что все мы упражнения делаем подряд. Мы только заканчиваем приседание, сразу же переходим к следующему. Следующее упражнение после приседания – это кардиоблок, это бег на месте. Мы выполняем вначале в быстром темпе, двигаемся в течение 30 секунд, затем после этого замедляемся и делаем то же самое в медленном темпе, не останавливаясь. Самое главное – беги на месте, приземляться мягко. После этого мы переходим к следующему упражнению. Мы опускаемся на коврик и делаем упражнение для бедер и ягодиц – это мост на одной ноге. Левая пятка упирается в пол, прямой угол в коленном суставе, ногу можно поднять вверх, голова опущена на полу, и мы на выдохе отрываем таз и ягодицы от пола, задерживаемся на доле секунды и опускаемся вниз, но пола не касаемся. Пару сантиметров остается от пола. Это упражнение тоже в довольно быстром темпе нужно сделать 12 раз одной ногой и 12 раз другой. Дышим на подъем-выдох. Сделав 12 раз, поднимаемся. Опять же, упражнение «Бег на месте» – это кардиоблок. Мы его делаем 30 секунд в быстром темпе. Да, можно еще быстрее. Давай, кто быстрее. Кто быстрее, дышит на месте? Вспоминается Высоцкий. Бег на месте общеукрепляющий. И 30 секунд в медленном темпе. И следующее упражнение – на трицепсе, на заднюю часть рук, отжимание от стула. Садимся на стул, ладони возле ягодиц, и они направлены вперед. Дальше смещаемся немного вперед так, чтобы во время выполнения наша спина была ровной, и она скользила вертикально вдоль стула. Вот так. На подъем делаем выдох. Локти направлены за спину. Старайтесь не двигать плечами, чтобы работа в основном происходила в локтевом суставе. Хорошо. Сделали 12 раз. И кардиоблок – бег на месте. И 30 секунд плавно. Все упражнения мы выполняем 12 раз. Бегаем, кардиоблок – в течение одной минуты. Но эти упражнения нужно делать в три круга. Вот то есть мы сделали одну схему, еще раз одну и еще раз одну. Но между каждым подходом вы можете отдохнуть 30 секунд одну минуту. Попейте немножко воды, буквально полстаканчика, и переходите к следующему кругу. Конечно, мы сделали сокращенный вариант, потому что нам предстоит еще освоить комплекс среды и пятницы. Комплекс среды мы начинаем с упражнений для пресса. Это уголок. Садимся на коврик, вытягиваем ноги вперед, колени присогнуты, и мы выполняем движение бедер навстречу к корпусу. Оп. Складываясь, как ракушка. Я часто провожу такую аналогию, потому что главная ошибка, которую делают люди, выполняя это упражнение, это вот так вот. То есть работают коленями, и в этом случае пресс работает не очень качественно и эффективно. Если мы поднимаем колени и голень вверх, тогда пресс работает по полной. То же самое. 12 раз и переходим к кардиоблоку. Для среды это будут прыжки на скакалке. Те, кто уже профессиональные прыгуны на скакалке, могут выполнять двойные прыжки на одной ноге, но смысл в следующем. Прыгаем 30 секунд в максимально быстром темпе и 30 секунд в более медленном. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Ну и замедляемся. Тун-тун. Хорошо. Следующее упражнение тоже для пресса, но в нем также действуются и другие мышцы. Это планка на локтях. Опускаемся вниз. Локти под плечом. Прямые углы в локтях. Выпрямляем ноги. Напрягаем пресс. Подкручиваем таз вперед. Ждем, пока появится тремор. То есть нас будет немного подтрушивать от напряженного пресса. И удерживаем это положение 30 секунд. Не задействуем дыхание. В этом упражнении работают также спина, ягодицы. Ну и за счет напряжения рук у нас включается плечевой пояс. Снова кардиоблог. Прыжки на скакалке. 30 секунд быстро, 30 секунд медленно. Показать тебе, Надя, еще один вариант прыжков? Конечно. Можно прыгать, высоко поднимая колени. И открыв рот, я завидела. И открыв рот, конечно, от удовольствия. Кстати, скажу здесь еще такой момент. Не все умеют прыгать на скакалке. Я это недавно обнаружил, работая со своими подопечными. Это означает, что вы можете делать подготовительные движения. То есть держа обе ручки в одной руке и выполняя такую восьмерочку. То есть вы постепенно привыкаете к темпу прыжков. И в результате вы сможете перепрыгивать через скакалку и делать обычные прыжки. Ух. Да? Тренировка, конечно, настолько интенсивная, что дыхание сбивается. Это нормально или все-таки нужно добиться, чтобы оно было ровным на протяжении всей тренировки? Ну, конечно, учащенное дыхание – это признак того, что интенсивность действительно повышенная. Но задыхаться не нужно. То есть можно выбирать темп прыжков таким, чтобы оно было учащенным, но все-таки кислорода вам хватало. Потому что мы помним, что жир эффективнее сжигается тогда, когда у нас хватает кислорода в организме. И мы завершаем третье упражнение среды – это мост на двух ногах. Опускаемся на коврик. Для того, чтобы нагрузка на бедра и ягодицы была чуть больше, мы ноги не к себе подтягиваем, а выпрямляем их немного дальше, чтобы угол был чуть больше, чем прямой. Опускаемся, руки вдоль корпуса. Ну и будем выполнять подъемы таза. Но, как ты помнишь, Надя, в понедельник мы делали 12 раз. Так как мы делаем на двух ногах, то мы будем делать в два раза больше – 24. И не забываем, что пола мы не касаемся. И вверху в напряженном состоянии нужно задержаться как минимум на долю секунды. Для того, чтобы поддержать напряжение мышцы. Руки могут быть наверху, так немного сложнее держать баланс. Эта опция чуть-чуть усложняет это упражнение, поэтому выбирайте вариант, который подходит вам. Хорошо. Ну и в конце прыжки на скакалке. 30 секунд быстро. А есть еще упрощенный вариант вот такой. Да, есть вот такой. Итак, комплекс среды. Уголок мы делаем 12 раз, планку на локтях держим 30 секунд. И в конце мост на двух ногах мы делаем 24 раза. Выполняем три круга. Между кругами отдыхаем 30 секунд-минута. И теперь пятница. Комплекс пятницы сосредоточен на мышцах пресса и мышцах ягодиц. То, что надо. Первое упражнение – это прямые скручивания. Мы снова ложимся на коврик. Ноги согнуты в коленях, руки за головой. Локти раскрыты в стороны, подбородок груди не прижимаем. И делаем 20 подъемов в верхней части корпуса, напрягая верхнюю часть нашего пресса. Если вы новичок, вы можете делать немного медленнее. Самое главное – концентрируйтесь на мышцах, которые работают. Хорошо. 20 раз. После этого поднимаемся. И как же мы будем прыгать сегодня? И сегодня в качестве кардиоблока мы будем прыгать из стороны в сторону. Становимся слева от коврика. Прыгаем в правую сторону, скрестная нога назад и тянемся в пол, но с прямой спиной, чтобы работали наши ягодицы. И в другую сторону. С прямой спиной, чтобы работали наши ягодицы. Вначале делаем в более быстром темпе. И затем замедляемся. Кстати, это упражнение готовит нас к следующему движению. Это будут выпады, в котором ягодицы будут работать по максимуму. Хорошо. Ставим ноги чуть уже плеч. Ровная спина. Делаем шаг назад правой ногой. Приседаем вниз. Приставляем и чередуем. Нужно сделать по 10 движений каждой ногой. В итоге получится 20. Пресс мы сделали 20 раз. И выпады получаются 20. Легко запомнить. Сделав 20 раз, сразу же прыжки. Вначале быстро. Кстати, еще небольшой нюанс. Секрет. Когда вы делаете быстро, вполне нормально, если вы будете сокращать амплитуду. Для того, чтобы ускориться. Это сделает прыжки менее травмоопасными. Когда вы делаете медленно, вы можете опускаться глубже. В результате интенсивность будет оставаться на высоком уровне. Но мышцы будут прорабатываться еще больше. И последнее упражнение. Боковая планка. Опускаемся на бок. Правая рука сверху. На ладонь. Поднимаем ноги. И мы будем удерживать эту планку на протяжении 30 секунд. 30 секунд в одну сторону. 30 секунд в другую. Я на тебе покажу небольшой нюанс. Для того, чтобы работали именно косые мышцы живота под ребрами, я рекомендую немножко доворачивать таз вперед и приподнимать немножко его вверх. Тогда будут работать мышцы именно под ребрами, косые мышцы пресса. Хорошо. 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в другую. И завершаем наш променад снова прыжками из стороны в сторону. Поехали. Та-дам. Та-дам. Значит, Надя, а если еще и музыку драйвовую включить, то время турбулентной тренировки вообще пролетит незаметно. И медленно. Оп. Оп. Отлично. Фух. Ну что, ты большая молодец. Я думаю, что если действительно телезрители будут делать все в таком же темпе, не сочковать, правильно питаться, то результат, который мы обещаем, он действительно будет уже через три недели. И помните, турбулентный комплекс так заводит метаболизм в организме, что вы будете худеть даже в промежутке между тренировками. Привет, Ютуб! Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе.